Друзья, всем большой привет! Вы на канале УТАК, а мы, кстати говоря, продолжаем путешествовать по острову Мечты, который находится в Москве. Это парк развлечений. В первой части вы видели, как мы сюда попали, какие аттракционы уже посетили, какие зоны посетили. А сейчас мы в царстве Снежной Королевы и, кстати говоря, пойдем сейчас в ее замок. Вход туда, по-моему, тоже стоит 400 рублей. Кстати говоря, про деньги я вам рассказывал в предыдущей части. Посмотрите обязательно внимательно. А мы начинаем прямо сейчас. Так, слушай, но этот самый аттракцион не работает. Сказали, что в течение дня должен заработать. Это 5D кинотеатр, а здесь тронный зал Снежной Королевы. Ты понял правильно меня, ты молодец, окей. Я буду трон, ой, как бы, Снежный Царь, Снежный Король. Этот сам, что хотел сказать-то? Все равно это... Помнишь фильм про Снежную Королеву? Я помню, только зритель. А только зрителей здесь нет. Опять все зря. Ну ладно, здесь можно сходиться и пойдем дальше, потому что много еще мест, которые хотим посетить. Слушай, этот самый, я думал, что здесь будет прям холодно. Планировал, что немножко остыть. Кстати говоря, должен вам отметить, что вот мы сейчас ходим, как бы, да, гуляем здесь и достаточно душно, да. То есть, прям, не очень дышится здесь легко, потому что под крышей. Кстати говоря, да, мы с Александром Анатольевичем не могли долго понять, что нам здесь не нравится. Потому что все здесь, знаете, искусственное. Вот когда мы были там в южных городах, да, в Юго-Восточной Азии, в таких парках, то, конечно, там под открытым небом, там все это воспринимается другое. И там все-таки как-то больше, да, какой-то энергетики, я не знаю. Ну, короче, друзья, ну, зато вот так, как есть. Так, здесь можно еще подняться наверху. Сорву скользко. А? Скользко, да. И холодно. Вот, и там находится ресторан, кстати говоря. Ну, так как мы уже поели, мы туда не пойдем. Ну, просто еще сверху может быть какие-нибудь красивые вьюпоинты. Посмотрим все, что в чем-то. Слушайте, фишка прикольная. Стулья, видите, как будто изо льда сделаны. Ну, кстати говоря, не знаю. Что-то пока я не могу понять. Что-то мне не нравится. Все не нравится пока. Слушайте, ну, напишите в комментариях, что вам уже понравилось. Я просто взрослый. Да. К сожалению. Ну, что, друзья, на оленях Рудольф и его друге мы покидаем царскую снежную королеву. Слушайте, ну, не знаю. Пока я не впечатлен, потому что, видимо, здесь не так много взрослых аттракционов. Но будем искать. Наше подключение продолжается. Вот, наконец-то, я нашел тот аттракцион, который я хотел посетить. Придется опять немножко постоять. Код опять же сюда стоит 400 рублей. А после этого замка я уже не знаю, куда идти. И, ну, здесь прикольно. Здесь горки, а тебе одевают очки виртуальной реальности. И ты прямо в настоящих горках путешествуешь, а у тебя вокруг происходит что-то чудное-чудное. Поэтому, посмотрите. Так, ну, что, мы здесь ждали минут 20, наверное, да, в очереди? Да? И... Ну, написано было 60, поэтому, я говорю, сегодня будний день, поэтому нам быстрее взяли. Сейчас идем кататься. Что к чему? Мне кажется, что давно будет интересно. С краю только садитесь, там чуть места побольше. Майор, давай, пустим. Все, убираем ее? Покажай. Нет, нет, мы ее убираем сначала. Все, поехали, поехали. Вот это прикольно, мне понравилось. Правда, очень, опять, мало по времени. Затыркали? Не, ну, достаточно, потому что... Ну, да, и голова начинает служить. Вот этот я вам советую посетить, классно. Я люблю все вот эти виртуальные штуки. Это мое. А очередь тем временем выросла в разы. Это не худаж. Да, да. Ну, ладно. Ну, пусть люди тоже постоят. Ради этого можно постоять, но не больше 20 минут. Пополнили карточки. Ну, то есть, короче, это карточки, на которых хранятся ваших денег, что вот приходите, аттракцион, и за него расплачиваетесь. В любой кассе можно пополнить. 500 рублей, как я говорил, уже включены в стоимость, но их на еду нельзя тратить, только что спросил. Поэтому только на аттракционы и на шоу-программы. Так, ну что, еще один аттракцион для маленьких детей. Такая типа гвонка мечты называется. Они тут сами управляют автомобильчиками. Ну, не для совсем маленьких, но тем не менее. Так, еще один аттракцион для взрослых тоже, кстати говоря, прямо здесь. Вы знаете, тут вот как-то все сразу очень скомпоновано. Называется этот аттракцион «Молот судьбы». А вот полет в тоннеле. Да, это мы сейчас туда сходим. Я просто хотел вот, чтобы этот самый, ты заснял этот «Молот судьбы» и пойдем дальше. Потому что на него мы не пойдем. Это, кстати говоря, зона, по-моему, черепашек-ниндзя. То есть вот эти города, помните, где они жили. А вот это вот сейчас будет «Молот судьбы». Сейчас он остановился как раз, но мы дождемся, когда он заработает. Вот эти аттракционы навевают панический страх. Я не люблю. Ну что, пойдем в ДРУ? Тоннельно. А тут она не ездит ничего. Ездит, не ездит. Только что проехали туда. Я уже был готов здесь войти. Это вот один из самых, по-моему, самых страшных аттракционов, которые есть здесь, да, территория. Ну, если не считать вот эти, потому что для меня вот эти аттракционы страшнее, чем американские города. рестораны, рестораны, магазины, пары на скучении возможны только средства индивидуальной защиты. Благодарим за внимание. поездам туда. Поездам туда. Это типа метро? Ну, subway, как переводится. subway, метро. Ну вот. Ну вот. А, ну вот, это уже, хотя бы здесь, понимаешь, уже декорация… И пахнет так же, канализация. Да, да, да. Декорация навевают этот самый… предвкушение, предвкушение, потому что вот, когда мы стояли там, где виртуальная реальность, там, конечно, вообще не говорится ни о чем, что впереди что-то ждет интересное. А здесь вещи все уже так декоративно выстроили. Здесь вот прикольно, здесь мне нравится. Теперь у нас сидеть не очень. Поездам. Прямо сейчас в метро это… Да, выйдем в метро. В московскому метро. В московскому метро. В московскому метро. Уважаемые сидители, напоминаю, мне необходимо выложить все личные вещи, которые могут выложить и есть детей во время проезда. Это тебя касается. У тебя лично все выпадает. Я говорю, поснимать-то, наверное, не получится. Не получится, но здесь, а там в темноте все происходит. Это что? Да. Опять это черная дыра? Ну, не все, там будут какие-то сцены из «Черепашек ниндзя», плюс выезд в… Ну, ты видел, в зал. Сильно прижимают, значит, это будет тряси. Ну ладно. С tul «черепашек» О, МАЙ ГАЗ! О, ФИКЕЙ, КАРИК, КИМАЗ! Снимай, бит! О, ФИКЕЙ, КИМАЗ! О, ФИКЕЙ, КАРИК, КИМАЗ! Слушайте, это капец просто! Я не ожидал, что он настолько страшный! Там такие перевороты! Нам ещё повезло, мы сидели на первом сиденье! У меня в конце просто схватился две! Я думал, что я выпаду! Я думал, что я выпью, но там реально ты просто, ну, пива. Там просто одни-то, одни петли. Очень резко и... Кстати, похоже, да, но понятно, что как бы... А? На Сингапуре который? Ну, который, как он там назывался? Клунгкарфай. А, на ту, которую... Ой, слушайте, я не могу... Это мое золото там типа. А, ну да. Ну, у меня, конечно, переполняет эмоции адреналин. Адреналин вспомнил, конечно. Вот тут мы катались. Сейчас поедут поудить. Но это, кстати говоря, это самое безобидное, что есть на этих горках. Потому что там дальше, конечно, полная жопа. Извините. Зона Хэллоу Китти. Хэллоу, хэллоу. Здесь все такое притерно-розовое, карамельное. Зефирки, да? Ну, зефирки, по-моему. Ну, я вообще не знаю. Я просто, мы не смотрели, а... Там кошки, да? Ну, смотри, как красиво зато. Я их вообще не знаю. Девочки маленькие будут, наверное, здесь сейчас. Вот, если они смотрят этот фильм, мультфильм... Нам надо идти отсюда. Да. Она у меня прям раздражается. Это розовое все. Злой ты. Поэтому у тебя розовое все раздражает. Здесь, как я и говорил, кафешка находится. Смотрите, тоже ценно. Сразу пробежимся. Салат Цезарь, например, 395 рублей. Если десерты, то, допустим, десерт облака 185, а капкейк Hello Kitty 240 рублей. Ну, и напитки от 130. А, ну, сок можно купить за 90 рублей. Так что вот. Не дешевый удовольствие. Сейчас нам обещали какое-то представление. Мы его, конечно, смотреть не будем. Я смотрю, народ так подгребает быстренько сюда. Вы посмотрите как это? Сейчас посмотрим. Кусочек захватим, да, и пойдем дальше. И все. Непрuste. Ахахаха. Ахахаха. Повеселиться вместе с нами. И добрать, и любви. Сбудуться все мечты. И добрать, и любви. И добрать, и любви. Хоть-то одну серию смотрели, смотрел? Ну, я смотрел только полнометражный какой-то. Поэтому, да, вот видит история. Ну, кстати говоря, знаешь, что я подумал? А что они сделали в «Остров мечты» с русскими народными сказками? Я вот тоже, что прошлое горе будет любым. Начальник же говорил, спрашивал тебя. Это же было бы нам много других. Западные эти герои, которые не патриотические. Вот, так что, да, вот, наверное, что меня смущает. Ну, в общем, да, вот это вот мир смурфиков. Здесь такое все больше детское. Да, маленьких детей совсем. Поэтому посмотрим, что есть. Ну, видите, здесь, да, прям для детей, детей, детей таких маленьких совсем малышей. Поэтому здесь классно, конечно. Здесь, понимаете, такая атмосфера такая радостная. Все ярко, все празднично. Поэтому еще раз повторюсь, что с детьми вам здесь будет прям очень хорошо. Но только готовьте деньги. В дом папы смутно пойдем. В дом папы смутно пойдем. В папе зайдем. Смурфы. Сколько стоит? Вот, видишь, 699 рублей там дорого. Там за 699 было что-то более. Смурфики, они по лицензии. Они дороже. Какими-то грибами ходим. Жалко, что мы не дети, да? У нас с детства не было таких парков. Спереди выход. Помимо аттракционов, которые мы уже посетили, здесь вот есть пару аттракционов, которые только готовятся к открытию. Скорее всего, в этом году их откроют. И еще здесь есть всякие автоматы, да, для игр. Есть всякие там, ну, естественно, перекусить. Сладкая вата, попкорн, мороженое. В общем, мир детства. Вот и все. Можно сказать одним словом. Ну что, друзья, вот такое получилось у нас с вами путешествие на остров мечты. Еще один остров в нашем большом путешествии от канала. Вот так. Слушайте, ну, что можно сказать, подводя итог посещения, да? В принципе, я говорю, это мир детства. Нам, взрослым, конечно, здесь скучновато. Хотя, я говорю и повторю, что, может быть, все зависит еще и от того, что в закрытом помещении все это находится. И нет возможности построить такие аттракционы, как, допустим, на Universal Studio, где мы были в Сингапуре. Да и, может быть, и задачи такой не было. На самом деле, радостно, что в Москве сейчас есть такое место, куда можно прийти своей семьей. Отдохнуть за небольшие, кстати говоря, деньги. Потому что, повторюсь, что цена сильно упала с момента его открытия. Так что, если вам понравилось, пишите комментарии. Приезжайте, смотрите все своими глазами. Катайтесь на аттракционах. Кстати говоря, если вы еще первую часть не смотрели, то я вам повторюсь, что здесь, помимо парка тематического, есть галерея торговая. Есть еще ландшафтный парк летом. Можно прогуляться по нему. Там, говорят, тоже очень красиво. И можно выйти на набережную. Так что имейте в виду. Все отлично. Все, будем заканчивать. Не знаю, что еще сказать. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Не забывайте про наш сэштег Воттакчанел. По нему всегда найдете наши предыдущие видео. До новых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся на канале Воттак, потому что наше приключение продолжается. Субтитры сделал DimaTorzok